Так говорит Создатель Благовест Праздник Рождества совпал с началом Квантового Перехода и началом отсчета двух судьбоносных четырехлетий, когда должна будет измениться судьба и предназначение людей, ибо наступает время великих перемен, отмеченное во всех календарях. Отсчет времени этих изменений пошел, и вы должны знать о том, что Квантовый Переход наберет силу только в 2012 году, но старт подготовки к этому событию уже дан, ибо время перемен наступило. Я уже говорил вам о том, что все согласовано, и мной получены ваши согласия и приняты условия, при которых люди, человечество, имеют шанс перейти в четырехмерное пространство новой эры. Уже ничего нельзя изменить, и все, что еще можно предпринять, так это только изменить себя, взглянув на мир, внутренний и внешний, глазами сущности, имеющей божественное происхождение. Неминуемость событий глобального, галактического масштаба, затрагивающих судьбы всего человечества, а это значит, каждого из вас, предопределяет и характер нашей беседы о вашем будущем, ибо оно, ваше будущее, есть тонкие планы, или поля высоких вибраций. Уже нет никакого смысла обсуждать проблемы материального плана или проблемы человеческой жизни в поле сверхплотной энергии, ибо нет смысла говорить о том, что уходит в прошлое безвозвратно. Материальное пока тихо и почти незаметно, но все же уходит туда, откуда нет возврата. Оно уходит в прошлое. Мы достаточно долго и подробно обсуждали мир плотный, и сверхплотный энергии, подводя вас к мысли о том, что материальный мир есть лишь этап эволюционного пути формирования сознания человека до уровня, в конечном итоге, человек-бог. Последний есть завершающий этап эволюции человека в вечности. Но сегодня человек должен достигнуть уровня человека-творца, предопределяя не только новые горизонты развития личности, но и новые возможности восприятия божественного пространства. Все это накладывает особые задачи подготовки человека для новых условий существования в новом для вас пространстве, высоких вибраций и высоких энергий. Я так говорю только для того, чтобы подготовить ваше сознание к тем изменениям, которые постепенно будут происходить с каждым из вас, по мере подготовки вашей воспринимать новый мир, окунувшись в творчество самого себя и как следствие нового пространства. Не пугайтесь и не подумайте о том, что я перепутал слова. Нет, все именно так, ибо творчество ваше есть не только совершенствование самого себя, но и создание на этой основе нового энергетического пространства, ибо нет вас без пространства, как и нет пространства без вас. В этом есть самая главная интрига нового времени, ибо она проявляет сопричастность человека к божественному промыслу. Ведь я говорил вам о том, что все вокруг есть божественное пространство, сотворенное Создателем, естественно, включая и вас. Вот теперь наступает время достижения великой гармонии человека и целого, или части пространства и всего целого, или человека и Бога. Эта гармония, окормленная любовью, есть та реальность, есть та необходимость, без которой не может быть эволюции вечности, ибо вы и вечность едины. Все это я говорю для вашей, пока еще активной материальной оболочки, изменения которой будут наиболее впечатляющими, ибо низкочастотная оболочка вашей вечной души, вашего духа, сменится на более высокочастотную, подготовленную для продолжения вашей жизни в новых условиях тонких полей. Я специально не говорю ментальных или астральных, или полей, ибо познание мира или миров еще предстоит. Но сейчас я хочу объяснить вам тот первый этап неизбежной эволюции вашего сознания, который коснется каждого из вас, но не все смогут пройти его безболезненно. Предстоящие четыре года от настоящего високосного до следующего високосного 2012-го будут годами подготовки вашего сознания пройти важный экзамен перевода вас в новое четырехмерное пространство. Продолжительность этого четырехлетнего этапа вполне достаточно, чтобы успеть подготовить свое внутреннее «я» к тому, что произойдет с пространством. В этот период, как я вам сказал, старт уже дан, вы все почувствуете нагнетание энергии тонких полей. И это коснется не только вас, это коснется и мира, окружающего вас. И те экологические изменения, свидетелями которых вы станете, есть только подтверждение великих перемен, участниками которых вам посчастливилось быть. Не думайте о том, что это конец света, как предупреждали древние, апокалипсис или того хуже, судный день. Все это взгляд людей из прошлого на настоящее. Вы хорошо знаете, что у страха глаза велики. Но, с другой стороны, в этом предупреждении проявилось жгучее желание людей предупредить будущее поколение о грядущей опасности, о возможности изменения пространства. Конечно, все, что будет происходить с вами, никак не вписывается в каноны бытия человека, материального мира. И это больше похоже на сон. Ибо столь необычным будет ваше пробуждение или переход в новые условия эволюции, специально не говорю, в новые условия существования. В новых условиях не может быть применено слово «существование», от которого так и веет безысходностью или пассивным восприятием божественного пространства. Сейчас более применимы, более подходят слова «условия эволюции», ибо настолько значительными будут внутренние и внешние изменения. У человека будущего уже не будет времени разбрасываться на вторичное, типичное для материального мира. Я имею в виду материальный быт оболочки. Все силы будут отданы самосовершенствованию личности, сознания человека, постигающего пространство через великую любовь, через великую гармонию себя и пространства. Я повторяю, что под пространством я понимаю все божественные силы, себя, Создателя и тот божественный мир, в котором вам посчастливится, углубиться после квантового перехода. Когда я в конце прошлого года говорил вам о том, что очень скоро вы не узнаете своей страны, я имел в виду, и это прежде всего, изменение вашего сознания от пассивного восприятия мира до высот творчества человека-творца. Хочу сказать вам еще о том, что наша сегодняшняя беседа имеет прямое отношение только к вашему настоящему виду, ибо ваш тонкий план или, по-вашему, душа, ваш дух уже давно сопричастны мне. От них я и получил согласие на будущие великие перемены внутри вас, изменения вашего внешнего плана, оболочки. Поэтому все изменения, о которых я вас предупреждал и предупреждаю, по существу, есть изменения только видимого низкочастотного плана человека и одновременно изменения мира плотной энергии. Вам с моей помощью необходимо только достичь гармонизации ваших полей, но все же более самостоятельно, ибо перед вами открываются возможности и свобода творчества в вечности, что одновременно накладывает и ответственность на человека перед вечностью, перед пространством, где очень остро чувствуется наличие или отсутствие гармонии человека и вечности. Великой Вест.